Здравствуйте, милые дамы! Каждая из вас обладает своей неповторимой природной красотой и очарованием. А подчеркнуть свою индивидуальность вы сможете с помощью такого незаменимого аксессуара, как платок. В гардеробе каждой современной женщины должна быть коллекция, пусть даже небольшая, из платков, шарфов, палантинов и парео. Многие женщины любят фантазировать и экспериментировать, а в умелых руках обычный платок может превратиться в уникальное шейное украшение, топ или элегантное платье. Платок, как и любой аксессуар, должен вам нравиться, подходить по цветовой гамме к лицу, а также к той одежде, с которой вы собираетесь его носить. И обязательно он должен соответствовать тому поводу, по которому вы его одеваете. С его помощью вы можете создавать различные образы. Строгий и деловой, надев шейный платок под костюм или блузку. Нарядный и праздничный, добавив к шейному шарфику жемчужные бусы. Элегантный, надев на простое обычное платье накидку, созданную из палантина. Сексуальный, создав из парео летящее платье или топ. Сегодня мы поделимся с вами секретами драпировки и завязывания платков для различных ситуаций. Оптимальный размер шейных платков 90 на 90 сантиметров или 70 на 70 сантиметров. Те платки, которые меньше, неудобно завязывать на шею, так как они слишком короткие. Их применяют для украшения волос и как цветовое пятно в карман пиджака. Подходящий размер шейного шарфа составляет 28 на 135 сантиметров. Более длинные шарфы применяются как пояс. Шарфы более короткого размера используются для украшения волос. А сейчас я расскажу о том, как правильно и аккуратно складывать платки. Возьмем квадратный платок и как сложить его треугольником. Берем платок и складываем его по диагонали аккуратно треугольником. Теперь из этого треугольника можно сделать аккуратную полоску. Мы берем уголки треугольника и начинаем аккуратно заворачивать вовнутрь. И у нас получается вот такая полоска. Такую полоску можно сделать и другим способом. Тот же самый квадратный платок мы складываем концы вовнутрь. А потом каждую сторону заворачиваем вовнутрь аккуратной полоской. Существует также и третий вариант. Складываем платок треугольником. Уголок треугольника складываем. И потом заворачиваем в полоску. Из платка можно сложить полоску и не используя треугольник. Берем квадратный платок. Складываем его пополам. Потом еще раз пополам. И так до необходимой нам ширины. И он превращается в аккуратную полоску. Его можно сложить также и другим способом. Складываем концы платка к середине. И потом каждый край еще пополам до образования полоски нужной нам ширины. Платки и шарфы можно использовать для повседневного и делового гардероба. Под рубашку, пиджак, на кофточку с вырезом. Это значительно разнообразит ваш гардероб и позволит каждый день выглядеть по-новому. Простой узел, который я сейчас покажу, является основой для всех вариантов завязывания платков и шарфов. Берем шарф и складываем его в аккуратную полоску. Набрасываем на плечи. Один конец шарфа должен быть длиннее, а другой короче. Длинный конец оборачиваем вокруг короткого и завязываем узел. Аккуратно расправляем концы платка. Этот узел также является основным для завязывания платков и шарфов. Берем шарф и складываем его полоской. Набрасываем его на плечи. Один конец шарфа должен быть длиннее другого. Длинным концом завязываем сначала один узел. А потом этим же концом оборачиваем короткий конец второй раз. И завязываем второй узел. Аккуратно расправляем узел и концы шарфа. Берем квадратный платок небольшого размера и складываем его в полоску. Сначала треугольником и уголок треугольника заворачиваем вовнутрь. По середине получившейся полоски завязываем узел. Одеваем платок на шею узлом вперед. Концы платка завязываем сзади на шее на узел или на два узла. Оставшиеся кончики убираем под кофту. Аккуратно расправляем шарфик на шее. Берем шарф и складываем его в аккуратную тонкую полоску. Накидываем шарф на плечи. Один конец шарфа должен быть длиннее. Длинным концом завязываем основной узел. Оставшиеся свисать концы шарфа заправляем за шею и завязываем на узел. И убираем под кофту. А теперь аккуратно расправляем узел и шарфик на шее. Берем шарф и складываем его полоской. Завязываем посередине узел. Делаем аккуратный узел и туго его не затягиваем. Одеваем узел на шею. Концы шарфа отправляем назад, перекрещиваем их сзади на шее и снова возвращаем вперед. Продеваем концы шарфа в противоположные стороны в узел. И аккуратно расправляем получившийся платочек. Шарф складываем полоской. Набрасываем на плечи. Концы шарфа должны быть одинаковой длины. Спереди перекрещиваем концы шарфа один раз, потом еще раз. Заводим концы шарфа назад за шею и завязываем на узел. Оставшиеся кончики убираем под кофту. Аккуратно расправляем шарф. Шарф сначала складываем в аккуратную полоску. А потом пополам, чтобы получилась петля. Набрасываем петлю на шею. И продеваем два конца шарфа через петлю. Аккуратно расправляем шарф. Шарф складываем в полоску. А потом пополам, чтобы образовалась петля. Аккуратно расправляем шарф. Набрасываем петлю на шею. Набрасываем петлю на шею. Один конец шарфа продеваем в петлю с одной стороны. А другой конец с противоположной стороны. А теперь аккуратно расправляем шарф. Берем платок и сворачиваем его в жгут. Завязываем по середине платка узел. И с каждой стороны от этого узла завязываем еще по одному узлу. Узлы должны находиться на равном расстоянии от центрального. Одеваем платок на шею. Концы завязываем сзади на узел. И заправляем их под кофту. А теперь аккуратно расправляем платок на шее. Вот этот вариант завязывания шарфа, который мы одевали с кофтой, можно также носить с рубашкой. Надеваем под воротничок рубашки. Берем квадратный платок и складываем его треугольником. Набрасываем платок на плечи. Берем середину стороны платка и продеваем в зажим. То же самое делаем и с другой стороной. Протягиваем платок через зажим до образования аккуратного бантика. и зажимаем кольцо. Расправляем бантик и концы платка. Берем квадратный платок и складываем его по диагонали треугольником. Набрасываем платок на плечи. Берем колечко зажим для платков и продеваем концы платка в колечко. Затем продеваем концы через кольцо еще раз. А теперь расправляем получившийся бантик. и зажимаем кольцо. Берем платок и складываем его пополам. А потом получившийся прямоугольник складываем по диагонали. Набрасываем платок на плечи и завязываем концы спереди на два узла. Теперь поворачиваем узел на бок. и аккуратно расправляем платок. Берем квадратный платок. И складываем его по диагонали треугольником. Набрасываем треугольник на плечо. Конец, который получился на спине, перебрасываем вперед. И обвязываем им середину другого конца платка. Мы оборачиваем коротким концом в середину и завязываем узел этим же концом. Теперь сдвигаем получившийся узел на бок, а треугольник с плеча вперед. Оставшийся длинный конец платка перебрасываем на спину и аккуратно расправляем платок. Берем длинный шарф, складываем его полоской, а потом складываем пополам, чтобы образовалась петля. Набрасываем шарф на плечи и продеваем оба конца шарфа через петлю. А теперь концы шарфа оборачиваем вокруг шарфа на шее. И так делаем несколько оборотов, пока концы не станут совсем короткими. Оставшиеся короткие концы оставляем просто свисать и аккуратно расправляем. Проверяем платок. Шарф сворачиваем в жгут. Жгут должен быть достаточно тугим. Теперь складываем концы шарфа вместе и закручиваем жгутом. Одеваем шарф на шею и продеваем концы шарфа через последнюю петельку жгута. Теперь этими концами закрепляем жгут и завязываем узел. Аккуратно расправляем узел и концы шарфа. Берем два шарфа одинакового размера и сочетающихся между собой по цвету. Завязываем концы шарфов на узелок и заворачиваем шарфы друг с другом. Стараемся, чтобы жгут был аккуратный и полоски шарфов чередовались равномерно. Одеваем получившийся жгут на шею и продеваем концы шарфа через переднюю петельку жгута. Закрепляем концами шарфа жгут и завязываем на узел. Аккуратно расправляем узел и прячем в него кончики жгута. Берем шарф и складываем его полоской. Набрасываем полоску на шею и завязываем основной узел. Теперь конец шарфа, который у нас остался длиннее, перекидываем сверху на узел. И аккуратно его расправляем. А концы шарфа заправляем в рубашку. И расправляем аккуратно шарф. Берем шарф, складываем его полоской. Набрасываем на плечи под воротничок рубашки. Один конец шарфа должен быть короче другого. На коротком конце шарфа завязываем узел. Делаем его аккуратным и туго не затягиваем. Теперь длинный конец шарфа продеваем сверху через узел. Теперь узел можно затянуть потуже. Аккуратно расправляем узел и концы шарфа. Складываем шарф в полоску. И сейчас этот шарф завяжем галстучным узлом. Набрасываем его на плечи под воротничок рубашки. Один конец шарфа должен быть намного короче другого. Длинным концом шарфа оборачиваем короткий конец два раза. Один и второй. Второй раз мы оборачиваем не до конца, а наполовину. Потом конец продеваем снизу вверх через платок. Затем продеваем этот конец в образовавшуюся петлю. И затягиваем узел. Аккуратно расправляем узел и концы шарфа. Берем квадратный платок. И с изнаночной стороны определяем середину платка. На середине завязываем небольшой узелок. Теперь выворачиваем платок на обратную сторону. И берем его треугольником за концы. Одеваем платок на шею. Концы завязываем сзади на шее на узел. И заправляем под рубашку. Аккуратно расправляем платок. Берем квадратный платок. И с изнаночной стороны в центре платка завязываем узелок. Поворачиваем платок на лицевую сторону. Два верхних конца платка завязываем сзади на шее основным узлом. Нижние концы платка завязываем основным узлом на талии. Аккуратно расправляем топик. Этот вариант можно носить летом на работу, сверху одев пиджак. Есть более упрощенный вариант этого топика, в котором не надо завязывать узелок посередине платка. Два верхних конца платка завязываем сзади на шее основным узлом. Нижние концы платка аккуратно подкатываем и завязываем основным узлом на талии. Квадратный платок складываем треугольником. Берем его за уголки треугольника и завязываем их на шее основным узлом. Берем боковые концы треугольника. И завязываем их сзади на талии, также основным узлом. сзади на талии. Теперь аккуратно расправляем топик. Этот топик также можно носить сверху надев пиджак. А сейчас мы вам покажем нарядные вырезки. Варианты драпировки платков, шарфов и палантинов. Приготовьте также жемчужные бусы, которые понадобятся вам для работы. Используя наши рекомендации, вы поразите окружающих своей фантазией. И ваш образ станет незабываемым и неотразимым. Шарф Складываем шарф в полоску. Набрасываем на плечи и завязываем основной узел. Сильно его не затягиваем и делаем аккуратно. Потом свисающие концы шарфа продеваем сквозь узел, образуя таким образом бант. Теперь аккуратно подтягиваем концы и расправляем бант. Бант можно сдвинуть чуть на бок. Длинный шарф складываем в полоску. Набрасываем на плечи и завязываем основной узел. Концы шарфа продеваем сквозь узел в противоположные стороны, образуя бант. Оставшиеся концы продеваем еще раз через узел. в полоску. Теперь аккуратно расправляем бант. Поправляем концы шарфа. Складываем шарф полоской. Набрасываем на плечи и завязываем простой узел. концы шарфа должны быть одинаковой длины. Заворачиваем концы жгутом и закручиваем в розочку. Оставшиеся концы продеваем снизу вверх для закрепления розочки. Аккуратно расправляем розочку на шее. Такую же розочку можно сделать и с бусами. Шарф складываем полоской и на середину шарфа закручиваем бусы. Одеваем шарф с бусами на шею. Чтобы закрепить бусы на шарфе продеваем концы шарфа в противоположные петли бус. Оставшиеся свисать концы шарфа закручиваем жгутом и делаем из них розочку. шарф с бусами на шарфе продеваем концы шарфа. Розочку можно носить как спереди так и сдвинуть ее на бок. Берем длинный шарф, складываем его полоской, набрасываем на плечи и завязываем простой узел. Один из концов шарфа складываем гармошкой. Другим концом шарфа мы оборачиваем эту гармошку и завязываем на узел, тем самым закрепляя бант. Затягиваем узел и аккуратно расправляем складки банты и сам узел. Если у вас остался слишком длинный конец шарфа, его можно перебросить за спину. Такой же бант можно сделать и с бусами. на середину шарфа накручиваем бусы. Длинный конец шарфа. Длинный конец шарфа. На середину шарф. Одеваем шарф на шею, закрепляем бусы, продевая в них противоположные концы шарфа. завязываем шарф на узел. и один из концов шарфа складываем гармошкой. оставшимся концом оборачиваем гармошку вокруг. и завязываем узлом. Затягиваем узел. теперь расправляем получившийся бант и бусы. и один из концов шарфа. шарф складываем его полоской и завязываем посередине узел. теперь берем платок и складываем его пополам, а затем гармошкой. получившуюся гармошку продеваем в узел на шарфе. и затягиваем узел. расправляем получившийся бант и одеваем на шею. концы шарфа завязываем сзади. банк будет красиво смотреться, если носить его на бок. шарф складываем шарф полоской. одеваем на шею и завязываем вместе два конца шарфа узлом. аккуратно расправляем получившийся узел. теперь берем жемчужную нитку, одеваем на шею и продеваем конец бус в узел. аккуратно расправляем бусы и шарф. берем большой квадратный платок и складываем его треугольником. накидываем платок на плечи. концы платка продеваем под руки за спину и завязываем на спине основным узлом. большой квадратный платок складываем по диагонали треугольником. набрасываем треугольник на плечи и концы платка спереди завязываем основным узлом. этот вариант также можно носить и по другому. узел завязывается не спереди, а сбоку под мышкой. также на основной узел. есть и третий вариант ношения этого платка. узел завязывается сбоку сверху на плече. также завязывается основной узел. плечи и кле ФРМК обладаем плечи и Складываем пополам, а затем получившийся прямоугольник складываем по диагонали. Набрасываем платок на плечи. Спереди концы платка завязываем основным узлом. Затем сдвигаем узел на бок и аккуратно поправляем платок. Этот вариант ношения палантина также аналогичен варианту завязывания шейного платка. А сейчас я покажу вариант завязывания палантина, аналогичный варианту завязывания шейного платка. Берем платок и складываем его пополам с изнаночной стороны. Завязываем концы платка на узлы с каждой стороны. То же самое делаем с другой стороны. Теперь выворачиваем платок на внешнюю сторону и продеваем руки в получившиеся рукава. И аккуратно поправляем платок. Шарф складываем полоской. И завязываем его на талии, как пояс, концами назад. Берем платок. Складываем его по диагонали треугольником. И набрасываем на плечи. Передние концы платка продеваем в пояс. Аккуратно расправляем пояс и платок. Продолжение следует... А сейчас мы вам покажем, как обычный шарф можно превратить в стильный аксессуар одежды – пояс. Пояс является одним из важных элементов создания вашего образа и, как нельзя лучше подчеркивает, женственность. Пояса подходят практически для любой женщины. Важно только правильно подобрать пропорции для своей фигуры. Вы можете использовать пояс в качестве повседневного, нестрого делового или нарядного аксессуара. Длинный шарф складываем в полоску, а затем пополам в петлю. Получившуюся петлю оборачиваем вокруг талии, продеваем концы шарфа в петлю, затягиваем пояс на талии и аккуратно распределяем. И отправляем концы шарфа. Длинный шарф складываем в полоску, а затем делаем из него петлю. Оборачиваем петлю вокруг талии, один конец шарфа продеваем в петлю, а другой конец продеваем в петлю с противоположной стороны. Теперь затягиваем пояс и аккуратно расправляем концы шарфа на талии. Берем очень длинный шарф и складываем его в аккуратную полоску. Ввязываем шарф вокруг талии. И завязываем на узел. Концы шарфа должны быть одинаковой длины. Берем внутренний конец шарфа и заворачиваем его на внешний. А затем продеваем снизу вверх через пояс, завязанный на талии. Аккуратно поправляем конец. Теперь тот конец, который был внешним, стал внутренним. И его мы оборачиваем вокруг внешнего конца. А потом также продеваем снизу вверх под пояс. Теперь снова повторяем эту процедуру. Поочередно оборачиваем концы пояса. И продеваем их под пояс вокруг талии. Таким образом у нас получается косичка. Оплетаем пояс вокруг талии. Пока концы пояса не станут совсем короткие. Когда концы уже достаточно короткие для того, чтобы продолжать плести косичку, чтобы закрепить ее, мы завязываем узел. Узел можно оставить как сбоку или передвинуть за спину. А спереди останется только косичка. Берем три шарфа, одинаковых по размеру, фактуре ткани и сочетающихся между собой по цвету. Завязываем концы этих шарфов на узелок все три вместе и плетем из них косичку. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Получившуюся косу одеваем на талию и сзади завязываем и сзади закрепляем косу. Оставшиеся концы аккуратно убираем под пояс. Длинный шарф сворачиваем полоской и одеваем на талию. Завязываем простой узел так, чтобы концы шарфа оставались одной длины. Закручиваем концы жгутом и делаем из них розочку. Розочка будет лучше смотреться, если носить ее на бок. Длинный шарф складываем в полоску. Надеваем на талию и завязываем основной узел. Туго узел не затягиваем. Свисающие концы шарфа продеваем через узел навстречу друг другу. Аккуратно затягиваем узел и расправляем получившийся бант. Бант может располагаться спереди и немного сбоку. Длинный шарф сворачиваем жгутом. На всю длину шарфа. Затем соединяем концы шарфа вместе. А образующийся жгут одеваем на талию. Сзади закрепляем концы шарфа, чтобы жгут держался и завязываем их на узел. Аккуратно расправляем пояс на талии. Длинный шарф складываем в полоску. Но не слишком тонкую. Одеваем его на талию концами назад. Сзади концы перекрещиваем и снова возвращаем вперед. Спереди концы завязываем основным узлом. А затем аккуратно расправляем пояс на талии. Шарф складываем полоской. И завязываем посередине шарфа аккуратный узел. Одеваем шарф на талию узлом вперед. А концы шарфа завязываем сзади. Аккуратно поправляем узел и пояс на талии. Берем два шарфа одинаковой длины, сочетающиеся между собой по цвету. Складываем каждый из шарфов в аккуратную полоску. Середины шарфов перекрещиваем между собой. Завязываем шарф на талии узлом спереди. Теперь используем основной узел. Аккуратно расправляем узел и пояс на талии. Пояс также можно носить узлом назад. Аккуратно расправляем узел. Складываем шарф полоской. Складываем шарф полоской. Аккуратно прячем под пояс. Складываем шарф полоской. Складываем шарф. Длинный шарф складываем полоской И завязываем посередине шарфа узел Узел делаем аккуратный и туго его не затягиваем Одеваем шарф на талию, узлом вперед Концы сзади перекрещиваем И возвращаем снова вперед Продеваем концы сквозь узел навстречу друг другу Затягиваем пояс на талии и аккуратно его Расправляем Берем длинный шарф Складываем его полоской Одеваем шарф на талию концами назад Сзади концы перекрещиваем И сворачиваем в жгут Перекрученный жгутом концы снова возвращаем вперед Спереди завязываем концы основным узлом Аккуратно расправляем узел и пояс на талии Складываем шарф полоской Складываем шарф полоской Надеваем шарф полоской Надеваем его на талию концами вперед Затем берем пряжку От обычного ремня И продеваем концы платка Через пряжку В одну и в другую сторону Аккуратно затягиваем пояс на талии И расправляем концы шарфа И расправляем концы шарфа Шарф складываем в полоску И продеваем его в штрипке брюк Спереди концы шарфа Завязываем основным узлом Спереди концы шарфа Берем два шарфа Одинаковых по размеру И сочетающихся по цвету Складываем каждый шарф в полоску И продеваем в штрипке брюк Один шарф спереди А другой шарф сзади Завязываем шарфы друг с другом Основным узлом по бокам Аккуратно поправляем пояс Парео Парео это не только большой платок Это волшебная многослойная одежда Для солнечных дней в вашей жизни На краю бассейна И на пляже Вы можете превратить Обыкновенный большой платок Парео В элегантно скроенное платье Безусловно, наряды из Парео Больше подходят для летнего отдыха И совершенно не подходят Для делового гардероба Берем два Парео Одинакового размера И одинакового цвета Или сочетающихся между собой цветов Одно Парео завязываем подмышкой На противоположном плече На основной узел Другой Парео Одеваем с другой стороны И завязываем Второй Парео на противоположном плече На основной узел Поправляем Берем два одинаковых Парео Первое Одеваем спереди И завязываем сзади на шеи Основным узлом Второе Парео Одеваем сзади И продеваем вперед подмышками Концы Парео Завязываем спереди на груди На основной узел Завязываем сзади на груди И завязываем сзади на груди Завязываем спереди на груди Завязываем спереди на груди на основной узел. Затем берем с середины сторон паре и также завязываем на основной узел. Продолжение следует... Этот вариант паре можно носить и по-другому. Вместо узла подмышкой узел завязывается на плече. В этом случае паре будет лучше держаться и не будет спадать. Паре оборачиваем. Паре оборачиваем. Передние концы паре завязываем на узел. А затем оставшиеся концы завязываем сзади на шее. Основным узлом. Этот же вариант паре можно завязать без узла на шее. На груди. А сразу перекрестив концы паре завязать на шее. Паре оборачиваем. паре оборачиваем. Берем средние части паре и завязываем их на груди, так же на основной узел. Паре оборачиваем. 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 Основным узлом. Паре оборачиваем. 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 Берем два одинаковых парео. Одно накидываем спереди. Теперь предварительно можно загнуть верхний конец парео в полоску. Завязываем концы парео сзади на основной узел. Второй парео накидываем на спину. Концы продеваем вперед и завязываем их сзади на шее, также на основной узел. Продолжение следует... Берем широкое парео и оборачиваем его вокруг тела. Передний конец парео мы заводим наверх, другим концом мы оборачиваем еще раз тело, заводим конец парео за спину и связываем концы парео на плече основным узлом. Завязываем концы парео. парео аналогичный предыдущему, но немного от него отличающийся. Отличие состоит в том, что узел и разрез парео будут не сзади, а спереди. Накидываем парео на тело. Одним концом мы оборачиваем тело и конец парео продеваем подмышкой за спину. подмышкой за спину. Другой конец парео мы тоже оборачиваем вокруг тела и связываем концы парео на плече основным узлом. подмышкой за спину. завязываем концы спереди на основной узел. Один конец берем с самого края, а другой с середины. теперь оставшийся длинный конец мы оборачиваем вокруг тела и подмышкой проводим его за спину. За спиной мы закручиваем конец в жгут. и перекидываем его вперед через противоположное плечо. спереди привязываем конец к уже имеющимся у нас узелку. и перекидываем конец в жгут. складываем квадратный платок треугольником, продеваем треугольник за спину, а концы треугольника выводим вперед подмышками. и спереди завязываем их основным узлом. и аккуратно поправляем топик. и аккуратно поправляем. и аккуратно поправляем. шарф складываем полоской, набрасываем его на шею, спереди концы шарфа перекрещиваем и надеваем их на грудь. затем концы шарфа пропускаются под подмышками назад, и сзади завязываются на узел. теперь топик аккуратно расправляем. квадратный платок складываем в полоску, но не очень тонкую. надеваем полоску на грудь и завязываем сзади на основной узел. берем шарф и складываем его полоской. продеваем полоску под топик. перекрещиваем шарф и чуть подтягиваем полоску. концы шарфа завязываем сзади на шее основным узлом. и смаслием шарф и сзади на шарф прикрепима. и смаслием шарф и кишка. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok